Всем доброго времени суток! С вами SilentMashica, и сегодня у меня для вас новости на 17 число 9 месяца 2020 года. Наконец прошёл официальный анонс грядущего дэвстрима. Напомню, что начнётся это дело в пятницу, 21.00 по МСК. Было заявлено, что обсудят финал Стеклодува, статистику Герминта и всё прочее, включая второго Некромеха. Если я правильно помню, то вторая модель должна быть щитом, что можно было увидеть на реле Танакона в этом году. Интересно, что там у Меха было в руках оружие ближнего боя, однако почему-то в итоге решили отказаться от ближки для Мехов. Я даже успел забыть про это. Также можно будет получить 3 символа сына за просмотр стрима на Твиче в течение получаса, потому можно заглянуть хотя бы для халявы. Говоря про сезон Стеклодува, интересно, что публичные данные ДЕ о состоянии игры указывают на завершение третьего сезона Ночной Волны через 3 недели. Однако я поспрашивал в округе, и похоже на то, что разрабы постоянно продлевают этот таймер, к тому же нас бы оповестили заранее о прекращении Ночной Волны. Потому последний эпизод третьего сезона хоть и может выйти скоро, но стекляшек разбивать нам придётся ещё очень долго. Также вчера появился скриншот гигантских крётиковых пустынных скатов. Вроде как такое вводить не собираются, но выглядит устрашающе. Нравится мне, как у них проработана морда. Но перейдём к другим новостям. Как оказалось, в первый раунд изменений Заку также включат расширение радиуса обезоруживания врагов хваткой Лока. Однако увеличивать радиус стрельбы перехваченных пушек пока что не решились разрабы. Ссылаются они на то, что эксперименты с дальностью стрельбы являются, цитата, «слишком дикими для того, чтобы включать их в первую пачку перемен». Поэтому придётся ждать второй заход, по всей видимости. Затем у нас имеется продолжение истории с выдачей каптуры Деймоса для тех игроков, кто поднял пятый ранг Энтрати в числе первых, когда бесплатно можно было забрать лишь чертёж рыбного трофея. Разрабы уже запустили скрипт, который выдал сцену каптуры тем, у кого имелся рыбный трофей. Причём неважно, был чертёж трофея использован или нет. Если же у вас уже был чертёж трофея и купленная сцена каптуры, то вам выдали 87 символов бабушки в качестве компенсации. Подчеркну, что это применимо было лишь к тем игрокам, кто поднял пятый ранг Энтрати до ввода второй бесплатной награды. Соответственно, на ПК вы должны были получить пятый ранг в период со 2 по 10 сентября, пока не добавили сцену каптуры через HotWix. Что касается консолей, то период составляет со 2 по 16 сентября, пока не вышел патч. Честно говоря, я не ожидал, что компенсацию будут выдавать в форме жетонов бабки, потому вышло недурно, чему нельзя не радоваться. В кои-то веке я доволен тем, что прохожу новый контент сразу же, не дожидаясь упрощений. А напоследок у нас имеется раздача от SteelSeries. Они распространяют набор, который раньше можно было получить лишь через эксклюзивную раздачу для пользователей американского мобильного сервиса T-Series. Напомню, что набор содержит Сандану Торак, трехдневный бустер синтеза и ранее эксклюзивную палитру Matisse. Судя по всему, кодов в наличии имеется много на сайте, потому хватит всем желающим. Ссылки на раздачу я оставлю в описании, там можно будет получить одноразовый код, который будет активен до конца октября, однако нужно иметь аккаунт SteelSeries. Ключ же нужно активировать либо на сайте Варфа, либо во внутриигровом магазине. И на этом от меня все, потому всем всего, всем удачи и всем пока!